Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет посвящено ароматам, которые я не ношу практически, ароматам разочарованием, ароматам, от которых я устала, которые мне надоели, от которых я хочу избавиться. Но здесь будут также ароматы, от которых я, наверное, не избавлюсь никогда, которые мне нравятся, но от которых я просто устала и, несмотря на всю любовь к ним, я их практически не ношу. Но я от них не буду избавляться, я их рекомендую и так далее. А какие-то из ароматов, которые я вам сегодня покажу, я бы даже, наверное, не рекомендовала. В общем, такой видеосюрприз. Какие-то ароматы, я думаю, будут для вас с неожиданностью, но спустя вот какое-то время я понимаю, что я реально их не ношу. Что-то вот, что-то мне в них не нравится. Попробуем вместе разобраться, что же это такое. Итак, первый аромат. Ношу крайне редко, но вот он такой породистый, он такой красивый, он такой обыкновенный. Он божественно красив, но не для меня. Не для меня. Это Un Air de Damas от компании Dorin. Вот такой вот красивый флакон, напоминающий мне жопу. Так вот я его и зову, собственно. Но как бы вот такая вот концепция бренда. Вот такие они решили сделать флаконы. Dorin, Un Air de Damas. Очень стойкий, очень шлейфовый. Необыкновенный такой вот, знаете, ну вдыхаешь, вот его хочется носить. Но вот когда ты вот наносишь на себя, у меня случается вот просто какой-то катарсис. Это ужасно индольный аромат. Индольный, если мы говорим об индольности, ноты индольности, это вот... В основном это бело-цветочные композиции могут выдавать эти ноты. Ландыши, жасмин, вот такие цветы. А индоль – это, ну, запах экскрементов, скажем так, да? Вот этот аромат, он реально пахнет экскрементами и красивым жасмином. Я не могу его носить, к сожалению. Но он красивый. Он красивый, может быть, на ком-то он будет раскрываться по-другому. У меня его пробовала носить мама, ей тоже не нравится. Но вот он у меня лежит, знаете, вот мне иногда нравится так его понюхать. Так какая-то интрига, но носить, носить нет. Наверное, если кто-то вот прям его полюбит, кому-то он подойдет, я, конечно же, подарю. Но пока он у меня. Жульет Хезеган Энадо Ууд. Вот у меня такая версия 7,5 мл. Купила я этот аромат в сифоре, сифора, сифора давно. Давно, года, наверное, два назад, летом, было очень, было очень-очень жарко. Я помню, я была в таком белом платье и думала взять мне вот такой вот формат аромата МММ или вот этот. Я подумала, что он такой страстный, он такой вот прям необыкновенно такой роскошный, вызывающий. Вот что-то вот мне тогда вот захотелось такого. Ну, как вы видите, я его практически не ношу, пробовала, честно, пыталась. Энадо Ууд. Здесь Ууд. И Ууд здесь очень-очень-очень химический, химозный. Знаете, я люблю Уудовые композиции с Удом, когда это, ну, когда Ууд дорогой. Вот вы вот его вдыхаете, этот дорогой, насыщенный такой вот прям натуральный Ууд. Здесь вот я прям чувствую химию, причем много химии. Здесь Ууд с фруктами, с, по-моему, там ягоды какие-то есть. Но для меня вот он пахнет как-то медицински, очень едко, въедливо. То есть, когда я даже на себя его пару раз одевала, некоторые так, ну, недоумевали, почему вот этот аромат. То есть, он мне не подходит. Я знаю, у этого аромата конкретно от Жильет Хезеган есть много поклонников. Я просто его на себе вообще не вижу. Я не вижу себя в нем, я не чувствую себя в нем как бы, ну, расслабленно, раскованно, да. Он не дает мне никаких, не окрыляет меня никаких положительных эмоций. Поэтому вот этот вот аромат, я, наверное, его продам или отдам кому-то, кто того заслуживает, кому он понравится как-то. Мне он вообще категорически не подходит. Жан-Поль Готье. Жан-Поль Готье. Классическая essence de parfum. Классическая версия вот этого стройного красивого манекенчика. Вот такой вот красивый манекенчик. А для меня, знаете, вот, наверное, классическая версия первая, она была, ну, неплоха. Она неплоха, для меня это слишком сладко. Но что касается здесь, это вот просто вот мой какой-то вот, видимо, кошмар. Это мой кошмар. Это, как сказала моя подруга, это баба Фиса. Вот это реально баба Фиса. Я сначала не поняла, что она имела в виду. Переспросила ее. Она говорит, ну, слушай, ну, там такая была баба Фиса. Вот она вот, ну, там, тени, такая вот, такая вот баба Фиса. Вот этот вот аромат бабы Фиса. И вот с тех пор я даже не могу его не вдыхать спокойно. Я все время вспоминаю эту бабу Фису. И вот часто меня спрашивали, какие ароматы вот вы не любите. Вот, наверное, вот Жан-Поль Готье конкретно вот эти вот манекены, вот эти фигурки. Наверное, исключение классический аромат, да, самый-самый первый и то. Для меня это слишком сладко. Для меня это вот прям как-то на грани какого-то... Тут такая вот, знаете, сладость, перемешанная немножко с какими-то вот нечистотами. Не то, что нечистот, это какая-то вот такая она замусоленная такая сладость. Мне совершенно этот аромат не нравится. Вот появился у меня, не знаю, тоже. Нет, такой, такой вот странный, странный. Следующий аромат, который я практически не ношу. Хотя, когда он у меня появился, я сначала подумала, что вау, какой он классный. И поносив два раза сказала, фу, это ужас. Потом опять возобновились наши с ним отношения, и прям было все прекрасно. И сейчас я опять хотела к нему вернуться, но опять мимо. Вот какой-то вот такой вот он играет со мною, такие злые шутки. Хотя я, ну, как вы сейчас увидите, использовала достаточно много. Это Nude de Cellophane от Serge Lutans. Вот столько я использовала, израсходовала. Но вот он химический. Вот он химический, знаете, на фоне всех ароматов от Maestro, Lutans, которые у меня есть, этот аромат проигрывает вот просто. То есть он мне нравится, наверное, там, отчасти, потому что это Serge Lutans. Но если бы это был бы не Lutans, а какой-то другой аромат, от другого бренда какого-то, может быть, я бы даже вообще бы его не зацепила. Вот знаете, такая вот у меня с ним произошла какая-то история. Красивый такой, медовый, цветочный. Много там цветов. Гиацинты, какие-то белые цветы, жасмин. Ну, я не знаю. Я не знаю. Вот сейчас опять мне он не нравится. Вот было время, я прям вот им упивалась. Сейчас опять что-то не то. Поэтому вот это вот прямо сейчас мое такое разочарование. Целлофановая ночь от Lutans очень странно. Очень странно себя ведет. Очень странно я на него реагирую. Не ношу практически, очень редко, к сожалению, или, не знаю, к счастью, надоело. Это реплика от Maison Margiela, Lazy Sunday Morning. Знаете, то ли вот у меня появился Bayreda, у меня появился Bayreda Blanche. Он как бы на одна тема свежести, вот этой вот утром после душа, да, вот этого ощущения такого легкости, свежести, прохлады. Эти два аромата нереально классно работают летом. Но вот бланш ношу, а вот про реплику как-то совсем забываю. Вот столько вот у меня израсходовано. Они, конечно, разные. В реплике я больше слышу цветов ландышей, особенно на старте. А в бланш, в Bayreda этого нет. Ну, не знаю. Вот как-то практически не ношу, и вот не знаю, что теперь с ним делать. Подожду лето. Посмотрим. Посмотрим, как пойдет. Но вот сейчас вообще мимо. Вот такое вот тоже разочарование, можно сказать. Но избавляться от него, конечно, не буду. Так же, как и от Lutance. Пусть будет. Вообще, абсолютно не мой бренд, к сожалению. Ну, они Гуталь. Они Гуталь Rose Splendid. А я... Мне очень нравится эта розочка. Она такая, знаете, игривая, кокетливая, легкая, немножко с перцем. Но она вообще не стойкая. Вот просто, ребята, это вот стойкость просто, я не знаю, часа два, три, четыре. Может быть, это у меня такая горячая кожа, знаете, там, бегаю и там, не знаю, что-то такое. Постоянно в движении у меня все так слетает. Но вот он, к сожалению, на меня совсем не держится. За счет этого я его практически не ношу. Вот он у меня лежит. Не знаю, тоже оставлять, не оставлять. Аромат красивый, аромат тонкий, аромат запоминающийся. Аромат такой, знаете, как я уже сказала, игривый, прикольный. Ну вот, как вот лежит в коробке, может быть, просто поставить его куда-то на такое видное место. Это аромат на розе, аромат такой прохладной, утренней розы в саду, в таком еще прохладном, знаете, роса везде. И вы такая босиком идете, и вот такая вся свежая, ленивая, утреннего снега. И вот этот вот аромат подходит под это. Но потом мне нужно что-то уже такое потяжелее. То есть это такой вот, я не могу найти под него подходящий мне момент. Мне момент, мне какую-то эмоцию, какой-то, знаете, сюжет. Сюжет вот у нас с ним не совпадают наши сценарии. Мой сценарий и сценарий этого аромата. То же самое я могу сказать про Иден от Кошарель. Обалденный аромат, обалденный, ни на что не похожий, яркий, какой-то, знаете, самобытный. А несмотря на уже сколько ему лет, да, когда он был издан, до сих пор не теряет своей какой-то актуальности, своей вот странности. Да, ну, в дождь. Ну, в дождь, да. Но я же не могу носить с собой постоянно и Дэн, и ловить дождик, и пшикаться, и ходить, и балдеть. К сожалению, не могу. Но он у меня будет. Я его, конечно, никуда не дену. Для коллекции, под настроение, под какое-то, знаете, иногда просто даже вот я, например, рисую, и мне не хватает вот что-то такого драйва. Я просто могу подойти в свой шкаф, да, в свой шкаф. Зайти в шкаф, подойти к своему шкафу, достать какой-то аромат странный или, наоборот, такой обычный какой-то, простой. Подышать им, и что-то вот ко мне спускается сверху. Муза, муза меня по голове гладит, и всё дальше идёт нормально. В общем, какой-то вот такой вот у меня с ним сюжет. И Дэн, Кошарель, вот не ношу практически никогда, к сожалению. Ну, никому не отдам. Никому не отдам, мне он очень-очень нравится. А если мы говорим про такие винтажные, да, тоже вот Дэн, и можно его уже назвать, он не очень современный, да, не в плане звучания, а вот когда он был издан. То же самое могу сказать, Курэш инблю от Курэш. Курэш в голубом. Это такой красивый шипр. Почему? Это разочарование для меня. Это, причём, грандиозное разочарование. Я его заказывала в магазине, интернет-магазин, они занимаются винтажными духами. И я его заказывала именно по воспоминаниям о духах моей мамы. У моей мамы был Курэш инблю, вот в такой вот квадратной коробке, но он был чистый дух, дух, духи, экстракт чистых духов. Такая вот квадратная, красивая была у него, был флакон. Я до сих пор пахню этот, помню этот запах. Это вот терпкий, породистый, невероятно крутой шифровый аромат. Просто вот потрясающий. Да, я знаю, что это уже переизданная версия, да, это не парфюм, это Eau de Parfum. Но всё равно я хотела найти вот в этой вот штуке что-то хотя бы похожее. Вообще, фу. Мне он очень... Ну, не то, что очень мне нравится, он прикольный. Он прикольный, если вы никогда не нюхали, не вдыхали, не запал он вам в память, как мне, первоисточник, то, конечно, может быть, вам это и понравится. Это прикольный такой аромат, грандиозная композиция, там какие-то разнотравия, разные-разные цветы. Он пахнет таким, знаете, лугом. Луговые цветы, нагретые такие стога сена, вот что-то такое вот нагретое солнцем, именно вот полевое поле и вот эти вот полевые цветы. Какие-то вот, может быть, знаете, как ромашки, горечь здесь есть. Он горький, аромат горький. Здесь нету ни капельки сладости, что мне в нём, конечно, нравится. Ну, увы и ах. Видимо, придётся, ну, если вот прям вот опять мне захочется именно тот аромат, придётся искать именно тот куреш, который был вот когда-то по имам. Это другая история, поэтому, да, такое разочарование. Он у меня уже давно. Ну, вот как-то я, по-моему, так вот вам не говорила о нём много. Следующий аромат потрясающий. Трясающий очень редко ношу, к сожалению. Знаете, я вот, у меня много ароматов, я не могу носить там все постоянно. Но какие-то я ношу чаще всё-таки, а какие-то реже. Ну, наверное, у всех так. Вот этот аромат я почему-то ношу крайне редко. Вот ругаю себя за него, за это периодически, потому что иногда, знаете, хочется. Вот чего-то такого, то ли забываю, то ли что. White Linen от Estee Lauder. Классный, ладанный, ладанный, с ладаном. Чистота с ладаном. Я уже как-то про него говорила. Мне этот аромат, ну, вот я смотрела, когда этот сериал с Джудом Лоу, Папа, да, где он играет, молодой папа, да. Вот когда вот его наряжают, когда вот он одевает вот эти вот белые одежды свои, хрустящие, чистые, мне кажется, вот они пахнут вот белым льном от Estee Lauder. Есть в чём какая-то церковная нота для меня. Я вот прям слышу вот это вот, чувствую такой ладан, такой лёгкий-лёгкий, вот такая струйка пробегает. Красивый. Слушайте, достану. Я тут недавно купила себе рубашку белую, и вот, кстати, вот всё, не убираю в коробку, завтра одену. Завтра я иду в этой белой рубашке, решила, одену. Классно. Конечно же, я от него не избавлюсь, конечно же, я его никому не отдал, он будет у меня. Следующий аромат крайне редко ношу. Van Cleef & Arpels, Precious Oud, подарок мужа. Вот. Крайне редко, но всё-таки износила прилично, но тем не менее. Знаете, вот тоже аромат красивый, причём я знаю, что он нравится моему мужу, когда я в нём всё время его замечаю, но вот что-то я его не ношу. Не знаю. Может быть, меня немножечко так от него отвернула его схожесть с чёрной орхидеей Тома Форда. Чёрная орхидея просто, ну такая она вот, она крутая, когда вот только появилась, но вот когда она набрала уже вот свою вот эту популярность, ну, не знаю, для меня это так показательно, что ли. Ну, устаёшь, когда слишком, слишком, слишком много аромата, и он на всех, и все, вот все, 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 все вот это вот чёрная орхидея. И вот это вот тоже такая же история, очень он похож на чёрную орхидею. Кто может сравнить, напишите мне, права я или нет. Ну, по-моему, да, по-моему, они похожи. Этот более роскошный, мне кажется. он более такой гладкий. Орхидея, конечно, она такая вызывающая, всё, вот она такая на шпильках, такая гротескный немножечко аромат. Здесь больше, больше всё так сглажено, более так интеллигентно, можно сказать, звучит. Ну, не знаю, вот не ношу. Precious Oud. Уда здесь, я уже говорила, по-моему, не раз, я не чувствую совершенно, что очень даже хорошо. Так, следующий аромат, ну, это не то, что разочарование, конечно, он не разочарование, просто я его практически не ношу, он мне не то, чтобы надоел, все вот попытки мои какие-то, вот с ним, вот прям, дружиться и влюбиться в него, окончательно, без поворотов, потерпели немножечко такое крушение. Это Coco Noir, Coco Noir от Chanel, черный, шикарный флакон, но он меня не любит. Он меня не любит, я его не чувствую, я его от себя не ощущаю, я не слышу его, вот хоть убей, вот что вот, хоть вся вот я им польюсь, я его не чувствую. а для меня, знаете, мне все-таки важно чувствовать какое-то от себя такое дуновение, легкое, знаешь, ведешь машину, да, руль крутанул, и какой, ху, от тебя, знаете, повеяло флером твоих духов, ароматом. Вот с этой вот красоткой такого никогда не происходит. В разное время года я его носила, и летом, и зимой. Один раз, я помню, меня спросила моя подруга, что на тебе так красиво, но это было лето, это было жара, это был уже вечер, не знаю, что нас дернуло, мы разожгли костер, мы сидели на улице у этого костра. Вы понимаете, да, вот эту температуру, и вот от этой температуры она соизволила как-то себя показать. Больше никогда. Больше никогда, и, к сожалению, но я ее никуда не дену. Это Шанель. Пусть будет. Пусть будет, может быть, мы еще с ней сдружимся, поеду куда-нибудь там, не знаю, на Аляску, и возьму ее с собой. Вот, да, такое немножечко, знаете, разочарование. Да? Для меня вообще разочарование, хотя знаю многими любимые, Гуччи, Блумы, вот все три версии, я причем слабо вижу в них какую-то там определенную разницу. Вот у меня такие миниатюры мне подарили. Не знаю, как я уже говорила, да, аромат неплохой, но вот для девочек, подростков, наверное, для таких вот только, ну, начинающих пользоваться ароматами, ароматами, парфюмерией, они подойдут. Ну, если вы хотите что-то такое, ну, не то, что солидное, не знаю, как назвать. Ну, не знаю, для меня это красивая бутылочка, а содержимое ни о чем. и то же самое могу сказать о Гуччи Флора, Горджес Гордения. Обычный цветочный, ну, Гордения, ну, Гуччи, ну, Флора, не знаю. Видимо, вот Гуччи не моя, то ли марка. я обожаю выпуски тех премен, когда еще Том Форд был в Гуччи, когда был Гуччи Раш, когда был Энви, когда, что там еще было, Энви Ми, и так далее, и так далее. Вот эти вот все вот первые выпуски, это был the best. Это было просто бомба, это было роскошно, ярко, громко, вызывающе, ни на что не похоже, индивидуальное. Вот это был реально индивидуальный аромат. Ну, здесь таких, мне кажется, много ароматов, что-то вот, не знаю. Хочу познакомиться с эксклюзивной линейкой у Гуччи, пока еще не было у меня шанса к ним подобраться, но вот в планах. Так что вот такие вот у меня разочарования ароматные случились. Знаете, я давно собиралась снять это видео, но вот как-то в последнее время я поняла, что вот этот аромат могу вам показать. Вот этот, вот этот, вот этот накопилось одное количество, записываю, делюсь, показываю без обид. Если кто-то любит какой-то аромат, который я показала, я их тоже все люблю, но они меня какие-то надоели, какие-то разочаровали. Вот и все. Так что, красивые, да, орхидеи? Так что, надеюсь, вам видео мое понравилось, пишите свои комментарии, поболтаем в комментариях. С вами была Аленка Блок, всем пока. Чао-чао, пока.